Руководители образовательных организаций города и их помощники сели за школьные парты. Сегодня для них был организован урок-семинар по проектной деятельности. Цель не только рассказать об инновационных проектах, реализуемых в школах и детских садах, но и научить разрабатывать собственные. В числе слушателей была и наша съемочная группа. Светлана Кель продолжит. Сегодня проекты настолько прочно вошли в образовательную деятельность, что не пишут и не защищают их разве что малыши из ясельных групп. Хотя, насколько применимо такое понятие, как инновационный проект, к исследовательской деятельности дошколят. Ведь создание того же самого гербария для любознательных подчимучек, по сути, является маленьким проектом. Для того, чтобы научить ребенка создавать такие проекты, его надо учить. А как можно его сразу же научить, если его проект, который он создает в детском садике в школе, не считать проектом? Вопрос. Мы сегодня не будем дискутировать о том, что считать проектом, а мы говорим управлять проектом. Поэтому наша задача, допустим, на уровне детского сада и школы, научить ребенка управлять проектом. А это значит не просто сделать гербарий, а выполнить определенный алгоритм действий, который должен фактически у него отложиться в голове, и с этим алгоритмом он должен выйти в большую жизнь. И этот алгоритм в этой большой жизни он должен, так сказать, присвоить и использовать. Помочь разобраться в тонкостях и нюансах процесса управления руководитель городского проектного офиса Светлана Гриценко решила на доступных примерах. Любой проект рождается из проблемы. Проведя анализ, важно определить задачи, способствующие ее решению, где каждый шаг будет четко вымерен и оформлен в дорожную карту. На этапе уже реализации не менее важен контроль и корректировка действий. Лабытнанская гимназия активную проектную деятельность ведет не первый год в числе последних научно-образовательных новинок создания арктической эко-школы. Определив для себя не столько проблему, сколько цель – формирование детей экологического образования, авторы проекта от теории перешли к практической реализации инновационной задумки. В августе ребята съездили в экспедицию научную, в которой под руководством научных руководителей приобщались к условиям проживания в тундре. Сейчас на данном моменте они изучают все те материалы, которые они добыли, скажем так, ну и начали писать уже проекты. Поэтому для нас это выходом будет следующее предоставление проектов на мультивальном уровне. Будет защита в марте-апреле следующего года. Ну и дальше продолжаем работать, формируем новую команду. В следующем году снова отправимся туда же. Не меньше активности инновационные проекты рождаются и в детском саду «Волшебница». В то время, пока они поседы определяют цели и задачи на пути решения маленьких проблем, их педагоги через проектную деятельность совершенствуют свой подход в образовании детей. Профессиональный стандарт педагога требует от педагога, допустим, обладания такой компетенцией, как создание программ. Допустим, когда педагог, каждый педагог может сам разработать любую программу. Это сложно для педагога, но это требование профессионального стандарта. Поэтому, естественно, мы должны организовать обучение педагога, показать, как можно разрабатывать программы, научить его это делать. И потом педагог, естественно, будет обладать этой профессиональной компетенцией. Сегодня говорить об успешности реализации проекта еще рано он находится на стадии разработки. Безусловно, знания, приобретенные сегодня на семинаре, пригодятся детсадовским управленцам, собственно, как и представителям всех образовательных учреждений. Сегодня у нашего семинара двойная цель. Я еще выполняю, так скажем, поручение совета глав о том, чтобы провести проектные сессии по повышению эффективности в социальной сфере. Поэтому сегодня, вот как раз в конце нашего проектного семинара, руководители получат задание, техническое задание, на разработку конкретных проектов по конкретным направлениям повышения эффективности в социальной сфере. И затем будет назначено с Виланой Викторовной Драчук время, когда у нас пройдет публичная защита тех проектов, которые сегодня, вернее, задания, которые им будут даны. Проектный семинар в рамках сессии определила тему для домашнего задания. Открытое образование, современная библиотека и дополнительное образование. Кстати, последнее, как никогда, нуждается в инновационной перезагрузке. К примеру лабытнанских педагогов последуют и представители всей социальной сферы. Самые перспективные идеи и задумки будут оформлены в проект и реализованы уже в новом 2018 году. Федлана Киль, Дмитрий Сверид, программа «Время мясное».